Ну что, давайте немного позитива. Кто это у нас в переносочке отправляется домой? Снежок. Это еще была зима. Снежок тогда был неудивителен. И домой отправилась Чаки. Первый стрим, когда она не присутствовала и ее вспоминали, она действительно была в коридоре, ну, можно сказать, в другой комнате, поэтому не присутствовала. А потом уже стали замечать все чаще, что очаровашка не присутствует на стримах, даже если я выхожу в стрим на кухне. А все потому, что мое маленькое очарование уехало. Сначала, конечно, испугалась, залезла обратно ко мне на ручки и в шоке рассматривала все вокруг. Но как бы никуда не денешься. Надо оставаться. Для меня это всегда сложно, честно. Особенно Чаки. Из какой страшилки скелетища она превратилась вот в это очарование. И она еще и сфинкс. Моя болезнь. Еще и черепаховая. В общем-то, это, наверное, была бы идеальная для меня кошка, но идеальнее этой кошке жить в любви и заботе. Поэтому Чаки переехала домой. Да, в новый дом я ее, в общем-то, отнесла пешочком. Чаки. Потому что Чаки живет совсем недалеко от меня. Не, она как-то не реагирует пока на нас. Несколькими домами дальше по моей улице. Мы никогда не были знакомы с ее хозяйкой. И вообще, наверное, никогда даже не встречались. Ну, мало ли, может, сталкивались где-то. Но вот так вот совпало, что Чаки теперь живет не очень далеко от меня, но живет домашней жизнью. Любуется телевизором на своей перине. Уже успела прислать несколько приветов из дома. Хотя, почему несколько? Уже, в общем-то, много. А вот такой скелетушкой она была. Да, по сравнению с Демой. Как вам толстячок Дема? И маленький скелетик Чаки. Я не представляю, как можно было допустить, что Чаки оказалась на улице. Я не заметила проблем в этой кошке. С лотком всегда было все нормально. То есть, если даже убежала, ну, как вот может быть не страшно, что вот такая полулысая девчонка оказалась в зиму на улице. Мы ее нашли в начале зимы, если я не ошибаюсь. Точнее, она пришла на работу к моей знакомой. Первое время, пока мы прививались, пробыла у нее, а потом переехала ко мне. И мы начали откармливаться и вот эти вот косточки прятать под хорошую добротную фигурку. Чаки были обожжены лапочкой. Скорее всего, она пыталась выживать где-то на теплотрассе, греясь на трубах и в попытке согреться даже не замечала, что сжигает свои лапки. Но, в принципе, ожоги заживали очень хорошо и быстро, и никаких дополнительных лечений не потребовалось. Вот такая худышка. Сплошные косточки, обтянутые кожей. Не один день и не одну неделю чаки пробыла на улице. Я, в принципе, думаю, что вот таких, как она, считают больными. То есть, она не лысая, как голенькие сфинксы. Она не резинка. Она брашек. То есть, у нее есть шерсть. И многие считают вот это вот больными кошками. Хотя, это порода. К сожалению, я знаю даже один горький печальный опыт. Когда моя ры скиталась по улице, я выставила пост с вопросом, а знаете ли вы, кто это на фото? И одна подписчица, наверное, подписчица, написала мне, что, ой, а где эта кошечка? Я колю ей уколы. Ей нужно срочно его повторить. Я не могу передать эмоции, насколько меня тогда это накрыло, потому что кошка была абсолютно здоровая, а ее лечили от выдуманного саркоптоза. Врачу не показали даже фотографии. Я понимаю, что не всегда есть возможность отвезти в клинику, но хотя бы фото. Хорошо, что тогда фото Ры мне попалось где-то в соцсетях. Я забрала ее, и ее не залечили на улице. Хотя иммунитет подбили. Тут, конечно, было что наедать, что отъедать, но хорошо, что никаких вирусов чайки не успела поймать на улице. Наверное, помогла холодная погода, хотя если она грелась на трубах там, где обитают кошки, это очень удивительно и странно. Но точно я не знаю, где пряталась, как выживала эта маленькая сфинксятинка. Но она очень быстро стала хорошеть и набирать вес. Превращалась в очаровательную инопланетянку, которая поражала всех своей необычной внешностью. А внешность у нее действительно своеобразная и эксклюзивная. Вообще обожаю брашиков. Они такие неповторимые, что чайки, что ры, очень красивые кошки. Хотя черепахи для меня это отдельная категория. У них такой красивый окрас, они такие симпатяги. Если вы помните, сначала у нас была проблема накормить чайки. На удивление, тот худой скелет очень даже плохо ел. Она не бросалась на еду и очень была разборчива. Но все-таки аппетит восстановился. Она стала округляться. Я очень люблю, когда кошки едят. Особенно, когда у них замечательный аппетит. А еще я люблю упитанных кошек. Но, конечно, здесь нужно знать меру. Перекармливать кошек ни в коем случае нельзя. А еще чайки просто обожала спать во всеразличных позах, какие только можно было придумать. У меня где-то должно быть несколько вариантов, где засняты чайки, как она сладко спит. Ее сну можно только завидовать. Она никого не слышала вокруг, никого не замечала. Я тоже хочу так спать. Ее мама искала сфинкса. У них был сфинкс, к сожалению, по возрасту его не стало. Но главное, что не искали замену, а просто искали друга. Когда люди ищут похожих кошек, не всегда все заканчивается хорошо. Ведь характеры-то у кошек разные. А от похожей кошки ждут, что она будет совсем прям копия. Так не бывает. Чайки – сама индивидуальность. Вот такую красоту надо еще поискать. А через месяца полтора у чайки появился друг. Взяли еще вот такого кота-ребенка. Чайки приняла его с удовольствием. Удивительно, она же сама ребенок. Чайки, наверное, год и месяца два-три. Где-то так. Ну, дитё совсем маленькое. И чайки его вовсю оберегает, намывает, как настоящая мама. Чайки стерилизована, но инстинкты остались. Хотя можно и пожевать ребенка немного. Почему бы нет? Он же вкусный. Игры в попе все равно играют. Ну, ребенок же. Что там этот годик? Сама еще совсем лялька. А потом может случиться так, что и поменяются. И уже ребенок жует чайки. В общем, у них там весело. Развлечения целыми днями. А это немножечко фотографии, которые я сделала буквально перед ее отъездом. И, в общем-то, не успела ими воспользоваться. Ее отдали с помощью совсем других фотографий. Так себе по-быстренькому сфотканных на кухне. Это ее любимая поза. Смотреть через голову. Красивая. Классная. Теперь еще и домашняя кошечка Чайки. Забудьте поставить для красотки класс. И обязательно пишите комментарии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...